Судно длиной 108 и шириной 9 метров, оснащенное паровым трехцилиндровым двигателем, было построено в 1910 году в Глазго, Великобритания и первоначально называлось Францис. В 1931 году компания Ридерой Мюллер переименовала его в Розалейн. В 1938 году судно было мобилизовано Королевской ВМС Великобритании и занималось перевозкой военных грузов, так же как и построенный позже Титтельгорм. В 1941 году корабль отправился в свой последний поход с грузом угля из Уэльса. Корабль вышел из Ливерпуля, обогнув Африку, прошел Красное море и встал на якорь в проливе Тавила между островами Губал и Южной Кейсум, ожидая дальнейших приказов. 8 октября он подвергся атаке бомбардировщиков Хенкель-111. Две бомбы взорвались в четвертом трюме, серьезно повредив корпус справа по борту. Трюм быстро заполнился водой и корабль затонул. Погибли два члена экипажа, остальные спаслись, успев погрузиться в шлюпки. Сейчас судно лежит ровно на киле, на песчаном дне, на глубине до 50 метров. Такая глубина подразумевает либо короткую обзорную экскурсию над палубой и над стройками при обычном рекреационном погружении, либо техническое погружение с использованием смесей для осмотра наиболее интересных частей. Во-первых, это, конечно, грибной винт, имевший раньше 4 лопасти и руль на глубине более 45 метров. Легко проникнуть в машинное отделение, не забудьте взять фонари. Трехцилиндровый двигатель, два паровых котла, пателеграфный повторитель, приборы, трубы и шестерни. Все очень хорошей сохранности. Уровень палуб в основном на 35 метровой глубине и вы сможете осмотреть место взрыва бомб к правому борту, исследовать уровень надстроя, посетить санчасть, санузлы, в одном из которых даже ванная и каюта офицеров. Выше столовая и камбус, на плите которого сохранилась кастрюля. На носу множество механизмов и рубок, в одной из которых была небольшая мастерская. Якорь левого борта поднят и закреплен на своем месте. Второй якорь остался спущен и якорная цепь идет к нему через клюз правого борта от внушительной якорной лебедки. Первая мачта до сих пор стоит также в окружении трубных лебедок. Ее вершина заканчивается на глубине 20 метров. Кормовая мачта, как и дымовая труба, на которой сохранилась буква М в центре, сейчас обрушены швартовавшимися к ним яхтами. Коралловое образование незначительное и большая заиленность, видимо потому, что несмотря на течение, видимо здесь недостаточно хорошая и освещенность объекта довольно слабая. Население Река, кроме обычных таких местах стеклянных рыбок, в основном огромные крылатки, груперы, крупные карангсы и бычеглазы. Рек считается близнецом затонувшего неподалеку Тесельгорма, хотя они довольно отличаются и размерами, и формой корпуса, и настройками. Кроме того, несмотря на то, что судно обнаружено в 1993 году, оно сохранилось намного лучше своего собрата, именно потому, что здесь больше глубина, хуже видимость и главное, полностью отсутствует военное снаряжение в трюмах.